С вами самый обучающий среди развлекательных и самый развлекательный среди обучающих гайд по высокой научной империи в Стелларис, а меня зовут Антон. Как говорит наш дорогой шеф, а раз в комментариях поступил запрос, то почему бы и не рассказать про старт на идеальном мире. Для начала определимся, что мы хотим от научной империи, и в данном случае я хочу создавать идеальные миры как можно раньше. Итак, для этого мне понадобится фанатичный материализм плюс эгалитаризм, из моделей берем функциональную архитектуру плюс технократию, раз у нас типичная научная, умные, плюс инженеры, плюс чтящие традиции, плюс неуправляемые. Присхождение, естественно, тепличное. У вас, дорогие зрители, мог возникнуть вопрос. Нахуй, извините, зачем это все нужно? И архитектура позволит построить быстрее и дешевле научные лаборатории. А технократия, мастхэв для науки, должность правителя заменяется на одну должность передового ученого, плюс каждый ученый дает немного единства. Материзм, я думаю, понятен, а вот эгалитаризм может вас смутить, но зачем он нам нужен, я объясню чуть позже. Тепличные нам нужны по условиям задачи, но и на этом их польза не заканчивается. Во-первых, на всех идеальных мирах существует плюс 10% бонус к производству, что неплохо. Идеальный стартовый мир сам по себе большой по районам, то есть расстроиться можно выше крыши. И на идеальном мире есть редкие ресурсы. И хотя некоторые утверждают, что ГАЗ, ну, не то чтобы не нужен, но, по крайней мере, не обязателен. Без него нам не обойтись. Итак, что мы будем делать по игре? Вот что я всегда умел хорошо делать, так это объяснять. Во-первых, желательно занять территорией так, чтобы нам было удобно защищаться при помощи баз. А во-вторых, чтобы не слишком сильно вылезти за пределы административного лимита. Приоритетная цель – найти редкие ресурсы, желательно газ в космосе. На нашем идеальном мире начинаем отстраивать от научной лаборатории. Политику государства тоже меняем. Это изоляционизм, что даст бонус к административному лимиту и производству единства. А также ставим гражданскую экономику, чтобы увеличить производство ТМС. Здесь стоит много остановиться. Можно, конечно, все ввалить в городские районы и сразу открыть все ячейки. Но я бы не торопился. Улучшение столичного комплекса и так открывает плюс одну ячейку зданий. Так зачем же платить дважды? Если не ошибаюсь, улучшение столицы дает плюс две ячейки, я имею в виду в сумме, разумеется. Развитие в плане традиции не слишком сложное. Сначала берем открытие, причем начинаем закрывать с левой ветки. Взяв два перка, идем в указы и начинаем дополнительно субсидировать ученых, чтобы повысить от них выхлоп. После чего ее закрываем и берем технологический прорыв, что в сумме даст нам плюс 30% производства ученых. Это только кажется, что оно работает. На самом деле, кирто там. Да нет, смотри, пошло, пошло. После открытия закрываем процветание и дипломатию. После второй перки я выбрал исполнительное рвение, ведь плюс два указа – это лучший бонус из тех, что был мне доступен. По науке и физике нам необходимо пройти по ветке компьютерной технологии и как можно быстрее взять передовые научные комплексы и научно-исследовательский институт. В социологии в основном следует делать упор на пищу, административный лимит, улучшение столицы и звездные базы. Инженерия нам не принципиальна, там главное поймать технологию на колодцы с газом и на переработку этого самого газа. Но и улучшение звездных баз тоже будет кстати. Застройка планеты крайне простая. Практически все свободные чеки застроим лабораториями, кроме двух. Здесь будет один добыча газов и один НИИ. Как только появляется технология комплексов, начинаем улучшать их. Поэтому крайне важно найти газилки в космосе. И если нашли, то вам крупно повезло. Всегда стараемся ставить один газ в запасе, ведь он потребуется для НИИ, да и в будущем запас газов будет крайне не лишним. После того, как максимально улучшили какой-либо из комплексов, замещаем одну лабораторию на переработку газов. И с новыми ресурсами продолжаем улучшать лаборатории. Если вам не хватает ТМС, то просто меняйте аграрные районы на промышленные. Но откуда тогда брать еду? Все просто. У Александра Беляева была книга про подводных землепарсов. А у нас же будут космические. Для этого забиваем весь лимит баз и ставим там гидропонные фермы. Как вы видите, если не филоните постоянно вкачивать бонусы на производство еды, то никто особо не голодает. Также замена районов будет увеличить производство сплавов, что поможет состройкой тех же самых звездных баз и в будущем флота. Да, пытливый зритель может заметить, что у нас сильно хромает производство энергии. Думаете, потому что у нас руки кривые? Нет. На самом деле это объясняется крайне просто. Когда мы ставим лабораторию, то открывается вакансия ученого, на которую сразу же садится рабочий, до того добывавший нам энергию. Следовательно, временно производство энергии падает. Но в будущем, когда у нас народятся попы, они как раз сядут на должности энергетиков или торговцев, будут производить нам энергию. Как только мы полностью отстроим нашу планету, стоит задуматься о реформировании правительства, ведь бонус на районы уже свое отслужил. Можно, конечно, поменять и сразу, но я рекомендую дождаться технологии на системный столичный комплекс, ведь он дарует еще одну ячейку моделей. А кулдауна изменения правительства 20 лет, так что если вы поторопитесь, то можете сесть в лужу. Благодаря нашему эгалитаризму берем меритократию и дополняем умелыми творцами. Последняя модель дает нам артефактор, в который И Блоху подковал насмерть! И ТМС произведут, и лишнюю инженерную науку с торговой ценностью сделают, а лишняя наука, как сказал бы один автор по Апексу, никогда не лишняя. Меритократию увеличивает производство специалистов, а это и артефакторы, и ученые. Вся суть нашего билда сводится к тому, чтобы как можно быстрее получить две вещи. Технологию восстановления климата и третью ячейку бонуса за стремление, чтобы взять меняющие миры. Данный перк позволяет реформировать миры в идеальные, что позволит нашей разе заселять любые планеты. Плюс дает скидку на терраформирование. А если мы к этому приплюсуем указ на терраформирующие газы, а если найдем правителя с перком на терраформирование, так общие миры будут превращаться в идеальные очень быстро. Естественно, это не единственный способ сбежать из рая, поэтому поговорим о других решениях проблемы. Самый простой способ это... РОБОТ ДОЛБОЁТ! Да, синтетическое возвышение единственное, что позволяет жить где угодно. Плюс это решение для ленивых. Нажал пару кнопок и следовал проект и пожалуйста, ты робот. Второй вариант более сложный. Это биологический путь и модификация пригодности. Здесь кнопок надо нажимать больше, но с другой стороны есть и свои плюсы, те же уникальные генетические признаки. Третий вариант это слезть с иглы идеального мира и пересесть на хаббитаты. Минус требуется очень много сплавов. Получить их при нашем старте довольно сложно. Есть еще четвертый вариант, но это если вы удачливый парень и при течении выпали баулы. Ну это понятно. Вы тратите влияние и получаете идеальный мир. А есть еще пятый вариант. Это мега структуры по типу мира кольца. Но для этого, во-первых, нужно притечь и сайбрекс, а во-вторых, это безумие уходить с одного мира в мега структуры. Придумал еще один способ, пока писал сценарий. Это построить завод синтетиков, дать им гражданские права и возможность колонизации, после чего уже ими колонизировать другие миры. Как видите, возможности почти безграничны. Итак, каковы плюсы и минусы данного билда? Плюсы очевидны. За первые сотни лет можно исследовать линкоры и титаны, прикрутить к ним с помощью синей изоленты, тахионные копии и артиллерийские платформы вместе с гиперсчетами и пойти наказывать оппонентов. Также быстрое изучение терраформинга, а также уверенность за счет науки прирост по населению и еще возможность выбирать между двумя путями возвышения, синтетическим и биологическим, ведь к открытию третьего бонуса у нас уже будут нужные технологии. Минусы экономики мы будем отстраивать после научного развития, а следовательно, вначале у нас будет не слишком сильный флот и производство сплавов, и отбиваться от агрессии будет сложно. Да и в середине игры, если мы будем воевать и внезапно потеряем флот, то отстроить новый будет проблематично. Это, конечно, можно исправить, закрыв превосходство и поставив доктрину на выход из боя. Кораблей будете терять значительно меньше. А перед тем, как закончить, хочу поблагодарить всех подписавшихся на канал. У нас уже 300, а следовательно, мы уверенными шагами идем к 500 подписчикам. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, в частности, недавно вышло прохождение Биошока, если помните эту игру, советую заценить. А с вами был Антон, чао! Субтитры сделал DimaTorzok